История о том, как я стала подиумной моделью и закрывала шоу на фэшн вики. Да я сама в шоке и не верю в происходящее. Это, конечно, похоже на какой-то прикол, но это ни разу не прикол. Меня действительно пригласили закрывать фэшн-показ на фэшн вики. Что? Я вообще не знаю, что я хочу с прической, но я совершенно точно знаю, что я никому не дам мои волосы укладывать, потому что кроме меня никто так круто мне волосы не уложит, я просто знаю. Вы, наверное, хотите всегда выглядеть классно, никому не доверяйте ни свой макияж, ни свой волос. Учитесь делать все сами, потому что лучше вас, ваш вкус все равно никто не знает. Иногда было отнести раз большой, конечно, буквы, но на всяких вот такого было на мероприятиях. Не думаю, что у них будет достаточно времени, чтобы вникать, что мне нужно. Внимательно запомните, что я сказала в этом моменте. На тот момент я просто решила сделать себе объем верхней части волос, а с низом я еще пока не знала, что я хочу, поэтому по факту уже будем смотреть и придумывать. Мои знакомые модели рассказывали то, что на показах вообще какая-то жесть с волосами происходит, их просто жгут, лачат, там, я не знаю, с ними что только не делают, могут взять и подстричь, если там не понравится что-то, стилисту. Короче, полная трэш. Вот так вот я собираюсь. Ах, если честно, я вообще не верю в то, что это происходит. Я вызвала себе такси, взяла себе кофе и, в общем-то, поехала. Я даже особо ничего не снимала, потому что, ну, мне очень волнительно. Я просто до сих пор не верю, что это все на самом деле происходит со мной. Типа, че? Это как-то особенное. Я бы сказала, что невероятно, но это невероятно. Типа, реально, вот московская неделя в моде, все подготавливаются. Показы, естественно, начнутся днем, сейчас рано утро. Капец. Я все еще не понимаю, что происходит, но ладно. Типа. Ну, пойдемте. О, боже. Хочется в себя моделью с самого начала. Вы знаете, возможно, у вас было такое ощущение, когда избывается какая-то твоя мечта, которую ты уже даже забыл, что когда-то давным-давно мечтал, потому что давным-давно это уже для себя обесценил и забил. Тебе кажется, что как будто все во сне? Ну, то есть, мне постоянно казалось, что вот я сейчас зайду, меня не пустят, вот я там, не знаю, что-нибудь сделаю, и мне скажут, а вас нет в списках, вообще вы кто такая, уходите, мы вас не ждем. И у меня постоянно было ощущение, что, ну, сейчас должно что-то пойти не так, просто постоянно. Можно взять мороженое. Если вы думаете, что в момент, когда на меня надели вот этот вот браслет, меня отпустило, то нет. Я просто подумала, окей, сейчас мне надели браслет, но меня не пустят в гримерку, или дизайнер вообще передумает, или еще обязательно что-то должно случиться. Просто обязательно. А еще, короче, типа, мои чистые каблы сегодня на выход, потому что, знаете ли, я даже не вмещаюсь в зеркало. Ну, потрясающе, конечно. Ну, конкретно вот в этой зоне все как на блогерских штуках, просто вообще один-в-один. Но для меня это, конечно, совершенно новый опыт, я так теряюсь, я так смущаюсь, что я даже боюсь что-то снимать, ну, я же не знаю, все такие крутые, классные. И я хожу такая, типа, всем, и у меня гендоки на футболке. Да это были слезы, я, в общем, я немного поплакала, я не знаю, почему и зачем. Давайте я расскажу вам вообще про бренд. Бренд одежды называется Bina, и он вдохновлен азиатской культурой и уличной модой. И, кстати, основное направление этого бренда это Upcycle. Коллекция, на которой я буду, это весна-лето 2022 года, и она вдохновлена цветением сакуры и стилистикой нулевых. По бюджету, если что, сразу скажу, это очень доступный средний сегмент, так что я вам рекомендую просто глянуть на страницу бренда и уверена, что вы найдете для себя что-то прикольное. Ох, понимаете, вообще в каком я предвкушении, ибо это буквально тот вайб. Начало нулевых, уличная мода Азии, это буквально то, что меня вдохновляет, то, что мне нравится. И я в шоке, и до сих пор не верю, что это вообще происходит. А потом я зашла в гримерку, и вот на этом моменте я была уверена, что все, это конец. Но нет, нет, все было в силе. Я, я наружусь в настоящей модельной гримерке. Так выглядит гримерка перед показом. На настоящем фэшн-вик просто и модели, и дизайнеры, типа... А-а-а! А теперь настоящий модельный бэкстейдж. Перед показом, оказывается, проводится репетиция. Это было, в общем-то, логично, но я не знала, что это так. Господа, модели, телефоны, сумки, наушники, все оставляем здесь, никто ничего не уходит. Меня зовут Дмитрий, решетка группа, Екатерина, второй режиссер. У нас линейка, вот, видите, вот отсюда. Вы посмотрите, видите, над головами у вас центральная линейка софита. Вот это в центре. Идти надо так, чтобы этот свет был четко над головой. Потом у нас была репетиция про фотки. Все, конечно, ребята безумно красивые, девочки, мальчики, это невероятно. А вот я и мне пытается объяснить, куда смотреть, что делать, какой наклон головы. Немного неловко, но, блин, у меня нет опыта, естественно, и при этом я закрываю показ. То есть на мне очень важная задача, поэтому мне посвятили достаточно много времени. Хотя, каждой модели действительно тоже объясняли, куда смотреть, что делать, чтобы не было такого конфуза, как потом случилось впоследствии. Не на нашем показе, но я вам об этом еще расскажу и на что за меня наехали. Хотя я там вообще была не виновата, был другой показ, другой модель у другого дизайнера. После репетиции показа было очень много времени до нашего уже выступления, до основного показа. Там где-то часов 6 получалось. Ну и я что, я пошла красить, потому что, как я и говорила, я не хочу, чтобы меня кто-то другой красил, поэтому весь мой макияж был исключительно на мне, как и прическа. Небольшой спойлер, почему дальше будет жесть. Кто-то рассказал, что кому-то выдрали ресницы в брови. Я боюсь. Обычно на модельных показах очень много людей, особенно в таком формате, поэтому визажисты-стилисты не супер сильно запариваются. У них нет просто времени, чтобы красить каждую модель несколько часов, чтобы все было идеально. Поэтому, если нужно что-то отрезать, они это отрезают. Не знаю, если не нравится, как висят брови, ой, висят ресницы, если что-нибудь висит, это могут просто выдрать. И моя подруга, которая модель, она меня об этом предупредила еще задолго до того, как был этот показ. Поэтому я подумала, что не-не-не, лучше я все сделаю дома и 100% буду гарантированно классной. Ну, в плане укладку дома, а макияж уже на месте. Вы пойдете кушать? А вы собираешься пойти? Я не хочу пойти. А куда? Я хочу поесть пенсио. А, отлично. Ладно, макияж макияжем, но булочку пенсио сама себя не съест. За несколько дней до этого. Конечно же, данный опыт был не только для меня таким волнующим и важным, потому что дизайнер Бина тоже впервые устраивала показ на московской неделе моды и безумно переживала. Я попросила подснять некоторые моменты, как она готовится. И я просто знаю, как много стоит для этого человека за этим показом, чего мы все, конечно же, не видим. И хочется тоже отметить, насколько большая-большая она молодец. Все сделала сама, реально. Когда уже коллекция была готова, естественно, у нас была примерка, на которую меня позвали. Это была моя первая модельная, как вы понимаете, примерка. Вот такая вот площадка для недели моды в Москве. И там у меня будет проходить показ. Нужно распределить модели, распределить образы, сделать небольшую примерку. Также у нас ожидается супер крутое видео на экране. Это у меня ребята создают сами. Вот, и авторская музыка для показа также тоже будет. Вот тут вот будет стоять камера. И сам подиум. Вот здесь вот. Пока это все только строится. Собираюсь на примерку. Нужно привести себя в порядок. Для этого у меня есть вот эта. Неверонично, очень крутая маска. Ребята, вот если у вас не так много времени, или если вам нужно срочно как-то свое лицо привести в адекватное состояние, то эта маска это просто чудесная какая-то вещь. Это у нас получается гарни. У них новый состав сейчас, абсолютно новый. И, возможно, даже если у вас был какой-то опыт, вам не супер зашло, попробуйте еще раз. Потому что, ну, честно скажу, это по уровню очень сильно поднялось все. Значит, наношу эту маску, вставляю на 15 минут. И просто, подумай-ка себе кофе заварю. А еще у этой маски есть накопительный эффект. Есть два варианта ее применения. Есть вариант на 15 минут. Как раз таки то, что сегодня подходит мне. И вариант, когда ты применяешь маску на регулярной основе. И тогда у тебя получается и тон кожи будет ровнее, и кожа будет упругие, и преображение, и тусклость кожа заметно уменьшится. Кстати, ссылочку на все это я оставлю вам в описании, поэтому обязательно прочекайте. А еще реальные средства так много, что я даже не заметила, что оно тут на ногтях осталось. Ладно, руки пусть тоже будут напитаны. Прошло 15 минут. Снимаем. Боже, у меня на лице такой плотный слой крема, я просто не могу маску тоже все еще пропить. На пипец. Немножечко варно стираем. Столько-столько крема осталось, я в таком восторге. Знаете, я себя чувствую правильно гораздо лучше, и мне кажется, что кожа даже так вот по слоям этого всего крема выглядит очень хорошо. Я пришла на примерку, честно говоря, даже не знала, какой у меня будет образ. Я только знала то, что я буду закрывать показ, что должно быть что-то прям очень интересное. Ты серьезно? Реально сшила под меня платье? Да. Я в абсолютном ужасе и в восторге, я даже не знаю, в чем я больше. Офигеть. Это... Ну все. Да ты что, я это забираю? Все, давай мерить. Окей. Это идеальные цвета. Это абсолютно идеальное платье, у меня вообще нет слов. Смотри, какой шлей. Пример, пример. Я просто в восторге. Так, показывай, конечно, куда мне идти. Прямо. Я не заплакала. Вы знаете, я не хочу показывать вам сейчас платье на примерке, потому что вы увидите, ну, покази, но оно такое красивое в жизни. Вот то, что вы видели маленький кусочек, это просто не фридасе, оно безумно красивое. Я даже заплакала. Просто не знаю, что сказать, потому что образ супер, платье просто супер. Помните, когда-то давно еще я была на каком-то интервью, я бомбила, что вот в мире моды очень часто бывает так, что люди типа поддерживают боди позитив, но при этом они готовы взять полных моделей, они готовы взять модели плюс сайз, модели, там, не знаю, светилига, например. Но все эти девушки, они супер-мега-высокие, и я не обесцениваю ни в коем случае проблемы вот этого всего. Но реально на подиуме не встретят девочку небольших параметров, хотя вроде все такие боди позитивные, пипец. И тут меня метр шестьдесят два приглашают закрывать модельный показ, я просто не могу. И тут вот так. Я понимаю, что я популярная блогерша, и что я понимаю, что меня пригласили на подиум не потому, что я дофига классная модель, потому что я вообще не модель, и как бы опыта в этом вообще нет. Но если это так происходит, то, возможно, к девушкам не супер-высоких параметров тоже будут чаще обращаться, и, возможно, это такая смола победы. Мы поели и возвращаемся, а тут уже прям вот так. Не, вообще выглядит точка, ишь круто. Еще с этими автобусами, прям все. Люди красивые, все такие. Мои люди тоже очень красивые. Каролина только что рассказала потрясающую историю. Как ей сказали, что она странная девочка на входе охранники. Наблюдать контуринг носа теперь на неделе моды. Пошла со своими вот этими вот макияжами и укладками. Пока я делала все вот эти вот свои макияжи и укладки, я попросила Каролину походить по всему показу и вообще посмотреть, что там, где там, как там выглядит. Поэтому давайте вместе посмотрим, что она нам наснимала. Очень много Sailor Moon. Ее очень много Sailor Moon. Смотрите, это Sailor Moon. Ботинки точно для Лиса. Лиса любит такие ботинки. Став пылесос. Нам только что рассказали страшную историю про то, что отвалился каблук. Надеюсь, ему не отвалился каблук. Так он же, девочка только что рассказала. А, я думала, у нее типа было два каблука. Вот типа... А, два отвалилось? Да, на маказе, а сейчас. Если я не ошибаюсь, то это то, что у нас будет. Занербина. Вот. Еще есть разные другие. А вот так вот выглядит стойка. Вообще все стойки, с которыми работают с моделями и со мной. Я разрешила заплести мне две косы. Смотрите, это... Извините. Если бы Лиса была гардеробом, это было бы Лиса. Ну вот, я думаю, понятно, да? Погадай, где мое. Ну что-то Sailor Moon, наверное, нет? Ну все Sailor Moon. Я не знаю. Давайте думать. Давайте думать, что может быть у Лисы. А в ней колготочки? А, тут все реально Sailor Moon. Полагаю, что ты в платье, нет? Да, все верно. Ты знаешь, какой образ, да? Нет, они и никто еще не знают. Я никому не показывала, не рассказывала. Так что, вот наш классный. Какой образ? Классная мантия, на которую, ну вот... Ну, она, я не должна не уступить, я вот верю. Ну, если ты будешь идти прямо, то, конечно, смотрите. Я буду идти просто прямо. Вот так с расстегнутом. Нет, я могу. Все, пока. Алло, мой. Ну все, открылся лифчик Даша Граф. Мой. Даша, ну это мой. Это твой. А мой когда будет? В смысле? Такие вот луки у Вина. Конечно, я, конечно, в шоке. Я думаю, такое бывает только в сказках. Ну, реально. Просто. Ох, боже мой, Лиса, Лиса. Коротко о том, почему я красилась и укладывалась, кроме косичек, сама. Ты сама это сделала? Не, ну так-то неплохо. Мне нравятся вот эти вот штучки, но вот эти... Подожди, смотри. Я просила вот это вот. Это уже? Сейчас я буду переделать... Здесь консилер, пожалуйста. Я уже самой хочу. Референс был такой. Так, ага. Получили мы... Красили профессиональные визажисты? Причем, да, мне кажется, я вообще удивлена, как мы могли накрасить так локо. Да, ну да, так делают, как чурат. Я в пацану села специально, чтобы вам не было... Трудно. Так, волосы классно уложили. Факт. Я такая пришла, я думаю, я не знаю, что вы сделаете, а они такие, что все будет классно. Прям лукас. И реально классно. Они прям твои? Да, да. Вот слева, кстати, тоже прикольная. Девочка. А здесь, вы посмотрите. Да, да, да. В общем, нет, ну как они постарались. Тебе так повезло, тебе сделали самую лучшую укладку. Да, Максим, Лиса, как продавимая. Я сделала вот эту прическу, мне все стали писать фото. Ты испортила свои волосы, что дальше только на волосы. И посмотрите на эту красотку, как бы. Вот правда. Да, вот все. Такие укладки... Выгодили меня этим запугать тупые, что ли? Классные волосы. У тебя классные, очень крутые волосы. Видите? Мне модели говорят, что мне волосы классные. Все. Понятно вам? Не слушайте других. Слушайте меня. Красиво, очень красиво. И этой красотке выдрали волосы на укладке. Бум, водополу. Видели, может, какой-то, но она мне оторвала, а вот здесь вот, а вот руками. Она прям ушла руками. Я думала, что только на блогерских мероприятиях такое себе позволяют, когда нас собирают на какую-то, типа, там, съемку. Потому что тоже такое бывает, иногда просто тебе начинают выщипывать брови. Ты говоришь, не выщипывайте мне брови, а тебе просто берет уже лизажист, который на бренде выщипывают брови. Ты сидишь такой, а ничего, что я хатраюшку, у меня вся плохо. Я немножко офигела такая. Она даже не спросила, она просто сделала, а потом такая... Я просто сделала. Это только перед фактом. Извините. Нет, оторвали. В смысле, дёрнули просто? Дёрнула рукой прям. Короче, у очень многих моделей действительно была проблема. У кого с макияжем, у кого с укладкой. И это, конечно, просто полная жесть. Вот. Еще все на нервах и на стрессе, потому что вот-вот уже начинается скоро показ. Там нужно на кого-то платье усадить, кому-то, не знаю, какой-то ремень, аксессуар дать. В общем-то такое, да. Все, мы почти все готовы, готовимся к выходу. Осталось совсем немного до показа, все уже абсолютно готовы, начинают потихонечку приходить гости. И ко мне прибежала Лиана, я была очень рада ее видеть. Смотрите, кто ко мне пришел. Просто все сегодня приходят. Продержать ребенка. Я тебе не ребенка, я тебя выше. Ну да, километров на двадцать буквально. Сейчас я покажу вам комнатку, а то уже все модели выходят на подиум. В эту комнату собралось огромное количество корреспондентов, фотографов. Вот это вот место уже все, буквально через несколько минут начинается показ, включается музыка. Сейчас финально делают всякие фотосъемки, люди фотографируются, не знаю, их везде отмечают. Это прозвучит очень странно, но в этот момент я почувствовала себя такой охренительной звездой. Вот знаете, просто это какой-то момент такого суперзвездного часа. Да, это говорю я. И мне так странно, но вот огромное количество фотографов, все вокруг тебя бегают, такая, вы знаете, суета. Но это вот вообще не блогерский вайб. Я не знаю, может быть у кого-то иначе, но я, может быть просто потому, что я блогер, поэтому для меня все это привычно. А здесь как-то по-свежому, по-новому. А еще все такие красивые и яркие. Там девушки прям как куклы браться. Так, сейчас все строится. Только что сказали с таким намеком, что вот на прошлом показе девочка пришла неправильно, поэтому сфокапил весь показ. И мне вот такие вот подумают и говорят, а вот это ты не сфокапил. Такая, я не сфокаплю. Ну, не должна. Конечно, не сфокапишь, блин. Конечно, не сфокапишь, блин. Конечно, не сфокапишь, блин. О, своди боже мой. Ты умеешь ходить хорошо, поэтому просто ходи. Не, умею ходить по людям. На показе, который был до нас, девушка, которая его закрывала, она шла не по центру. А если идти не по центру, то тебя не ловят камеры, потому что, ну, типа, не знаю, как это работает. В общем, получилось так, что финальная закрывающая модель просто не попала в камеру, а это прямой эфир, поэтому никак это не переснять, не перепройти. Вот, и на меня такие надавили, и я стала... Быть не сэвами очень тяжело. Очень тяжело быть не сэвами. Супок стоит. Так, там всех устраивают. А вот так вот выглядит уже финальное построение. Здесь уже с самой последней секунды начинается музыка, последние зрители уже усаживаются. Что это начало? Вот так вот выглядит то, как это все находится за пределами того, что видят зрители. Девушек и парней по очереди выпускают по определенной команде, и они все постепенно занимаются своей проходкой. Постепенно приближается моя очередь, я закрываю показ, но мне очень ответственная роль, учитывая, что меня еще запугали другим фокапом девушки на прошлом показе. И я очень переживаю, хотя до этого момента мне было вообще спокойно. Не знаю, что с качеством трежа девочки, я волнуюсь за Лису больше, чем за себя. Вот там Лиса. Вот эти три секунды были самыми тяжелыми и самыми долгими за последнее время в моей жизни. И я пошла. Когда я шла по подиуму, у меня была только одна мысль. Вот только одна мысль и ничего больше. Пожалуйста, не упади, платье не свались, ты в прямом эфире просто иди так, как тебе объяснили. Просто иди, ничего трудного нет. Должна просто идти. Но черт, эти несколько секунд были самыми сложными, ходящими секундами в моей жизни. Я вообще не думала о том, как показать себя, что я классная. У меня была только одна мысль, только не грохнись, только не грохнись. И я не упала. И вот мы все идем на финальную проходку. И я просто не могу. Это самый странный экспириенс в моей жизни. И я просто не верю. И я просто не верю. И я просто не верю. со своими эмоциями. И я побежала тоже, чтобы ее искать. Но в итоге мы просто стояли и плакали. Я потеряла лиза. О, лиса. Все хорошо? Все хорошо? Здорово. Ты плачешь. Ты имеешь это право. Поплачешь. Я рада твоим сценарем. Молодец. Молодец. Мама, я тоже не плачу. Но в любви. Представляешь, как тут вообще здорово все. И как-то такая идешь со спины, и свет такой-такой. И ты сразу смысл. И прям, знаешь, это как будто вот планета вот эта вот все. И ты как будто, я не знаю, как сказочный персонаж. Понимаешь? Женя со мной заплачет. Что ты делаешь со мной, женщина? Просто... Мечта заплачет. Да? Это правда. Мы сбыли друг другу мечту. И будет обязательно. Это реально даже заплачет. В общем, такая вот история. Верьте в себя. Верьте в свои мечты. Рано или поздно, если вы сами будете в себя верить, у вас все сбудется. А те, кто в вас не верят, ну, в общем-то, пошли они нахрен. Ну и в жопу. Вот. Всем пока. Люблю вас.